Всем привет! Зовут меня Юра Мальцев. В эфире программа Хедлайнер. Сегодня в выпуске. Респект от Арнольда. Казахстанка стала чемпионом на престижном турнире по бодибилдингу. Праздник для всех. В Алматы прошел Юнити Пэт. Вливаешься ли ты в общую массу? Хедлайнер поможет найти ответ. На днях внимание многих алматинцев привлекло выступление небольшого камерного оркестра. Концерт классической музыки в исполнении молодых музыкантов прошел в необычном для таких мероприятий месте. Об этом в нашем сюжете. Амфитеатр перед центральным входом одного из торговых центров Алматы уже успел полюбиться в качестве концертной площадки. В летний субботний вечер здесь звучала музыка великих композиторов. Как оказалось, это уже стало доброй традицией. Год назад, перед открытием нашего концертного сезона, мы таким же образом выступали в метро Алматы. Собрали огромное количество публики, которая была в большом восторге. По словам организаторов, для того, чтобы привлечь внимание посетителей торгового центра и произвести на них впечатление, музыканты составили особую программу. Мы собрали программку из легких классических произведений и популярных, опять же, и пьес легкого жанра американского композитора Лерой Андерсона. То есть это, в общем, своего рода попсовая классическая музыка. Кстати, репертуар был подобран всего за неделю до выступления. Ну а в исполнителях публика узнала постоянный состав камерного варианта симфонического оркестра Алматы, что под управлением известного Марата Бесингалиева. Я смело об этом говорю. Это лучшие музыканты нашего города. В общем-то, многие из них лауреат международных конкурсов, которые находятся в постоянной активной профессиональной игровой форме. Нужно отметить, что данный симфонический оркестр за четыре года существования нашел своего слушателя и постоянно преподносят подобные сюрпризы своим поклонникам. Так, организованный ими вечер камерной музыки стал небольшим преддверием нового сезона, который публика ждет с нетерпением. Жене Шарибжанова Илья Иванько, хедлайнер. В эти выходные парк культуры и отдыха Алматы стал эпицентром семейного празднества. Здесь был проведен фестиваль ЮНИТИ, основная цель которого – организация приятного досуга для всей семьи. Четвертый раз семейный праздник ЮНИТИ радует своих гостей разнообразной программой. Зона здоровья и красоты, творческая площадка, лагерь для начинающих туристов – это не полный перечень всего, где рассказывают обо всем актуальном и интересном. Например, клуб робототехников принимает детей в возрасте от 7 лет с развитой моторикой и владеющих навыками простого чтения. Мы занимаемся инженерскими работами, чтобы дети именно могли программировать. У ребенка есть своя программа, свой робот, и он создает именно алгоритм, по которому наш робот двигается. Он программирует клавиатуры. При нажатии стрелки вверх наш робот движется вперед, при нажатии стрелки вниз наш робот движется вниз, и ребенок это выполняет. А вот в зоне Нурбанка представлен уникальный игровой терминал. С его помощью любой ребенок может одновременно играть и учиться. В будущем планируется разместить подобные приставки во всех филиалах банка и тем самым создать благоприятные условия для родителей и их детей. В рамках данного фестиваля сотрудники банка рассказали посетителям все о депозите образовательной накопительной. Семейный фестиваль Юнити, он был организован для того, чтобы на одной площадке собрать и тех людей, которые предлагают новые программы, новые услуги, мастер-классы, свои знания в первую очередь родителям и их детям. Эта площадка познавательная. То есть через программу «Развлекая мы информируем», мы рассказываем детям и взрослым о том, как сделать свою жизнь интереснее. Хочется отметить, что у данного мероприятия свой символ. Это волшебное создание, напоминающее внешне знаменитого чебурашку. Ну и как можно устоять перед таким очаровательным персонажем и не сделать пару фотографий с ним? Это наш символ. Его зовут Юнтик и это самый большой друг наших детей. И вот через эти улыбки наши дети познают мир. Они учатся общаться даже с такими незнакомыми им существами. По словам организаторов, уже в следующем году они планируют расширять не только свою программу, но и границы фестиваля. Мы рады, что площадка наша становится все более интересной. Что именно с нашей площадки стартуют такие национальные программы, например, как «Я прошла». Это программа по диагностике рака молочной железы. И много разных еще направлений, которые я надеюсь, что будут полезны жителям Казахстана. Нелли Ергалиева, Тимур Нугманов, хедлайнер. Наряду с успехом казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Рио наши атлеты отличились и на престижном турнире по бодибилдингу. Арнольд Классик Азия. Абсолютным чемпионом соревнований стала наша Улпан Нурбекова. Казахстан впервые побеждает в турнире, который в 1988 году организовал сам Арнольд Шварценеггер. Нынешние соревнования проводились в Гонконге. Наша спортсменка Улпан Нурбекова стала абсолютным чемпионом в категории фитнес-бикини. В 2015 году Улпан завоевала титул чемпиона Казахстана и Средней Азии, а также вице-чемпиона мира и Азии. Завтра вместе со своим тренером Кайратом Сыздыковым она возвращается на родину, и мы обязательно узнаем все подробности из первых уст. Нелли Иргалиева, хедлайнер. Твоя бабушка всегда говорила тебе, что ты особенный, а вот и нет. Данные Департамента статистики Республики Казахстан и других источников наглядно покажут, вливаешься ли ты в общую массу. Вашему вниманию жизнь среднестатистического казахстанца. По данным одного из интернет-порталов, Казахстан одна из самых дешевых стран для проживания. На первом месте оказалась Индия, на втором и третьем Молдова и Пакистан, а Казахстан расположился на четвертой строчке. Итак, средний возраст мужчин в Казахстане составляет 30 лет, а женщин 33 года. Среднемесячная номинальная заработная плата в стране по итогам второго квартала 2016 года составила 143 600 тенге. Аналогичную сумму в пересчете на доллары получает среднестатистический житель Кубы, Египта, Пакистана и Вьетнама. Как оказалось, наши соотечественники смотрят телевизор в среднем 5 часов в неделю, а в интернете сидят по 12 часов. Средний интернет-пользователь Казахстана – это женщина возрасте от 25 лет и старше. Многие из нас выходят во всемирную сеть через смартфоны, однако в наших краях достаточно медленный мобильный интернет. По данным британской компании OpenSignal, мы занимаем 64 место из 95 стран. Тем не менее, данные другого источника указывают на то, что год назад средняя скорость мобильного интернета в Казахстане выросла до 10,47 Мбит в секунду. Кстати, жители Казаларды оказались самыми активными посетителями сайтов знакомств. Об этом сообщила пресс-служба одного из платежных сервисов России, которая сверила средний чек за виртуальные услуги по всему Казахстану. Оказалось, что именно казалардинцы в большей степени являются потребителями разных игр, подарков, смайликов, стикеров и оценок, которые можно ставить другим пользователям. В нашей стране средний возраст для вступления в брак – 24 года для женщин и 27 лет для сильной половины человечества. Наши женщины стали позже рожать. Если раньше мамами становились где-то в 26,5 лет, то теперь возраст среднестатистической матери первенца – 28 лет. В 2016 году в Алматы самыми популярными именами для девочек стали Раяна, Айяру и Айзире, а для мальчиков – Рамазан, Айсултан и Нурислам. Самая высокая продолжительность жизни наблюдается в Южной столице – 75,3 лет. На втором месте – город Астана – 74,8 лет. А вот меньше всего продолжительность жизни в Североказахстанской области – 70,5 лет. Женея Шарибжанова, Хедлайнер. Реальные супергерои и долгожданные премьеры. Что нового за минувшие выходные стало известно из жизни звезд? Узнаем прямо сейчас в нашем дайджесте. Крис Эванс и Антони Маки – настоящие супергерои не только на экранах, но и в реальной жизни. Капитан Америка и Сокол посетили одну из детских клиник США, где порадовали своим присутствием и подарками маленьких поклонников. Нужно отметить, что Стив Роджерс постоянно занимается благотворительностью. В прошлом году он и его коллега Крис Претта счастливили маленьких пациентов больницы, явившись туда в своих киношных образах. И вот я иду к алтарю, окруженная друзьями, в полной боевой готовности к бесконечному счастью. По крайней мере, в мечтах все было идеально. Совсем скоро состоится премьера фильма об известной истории Бриджит Джонс. 15 сентября третья франшиза расскажет об очередных трудностях героини. Саундтреком киноленте станет песня «Still Falling for You» от Элли Голдинг. Леди Гага решила попробовать себя в весьма необычной роли. Вместе со своим отцом Джо Джерманота она намерена выпустить книгу кулинарных рецептов. Вдохновением для отца Гаги послужил его Нью-Йоркский ресторан, открывшийся в 2012 году. Поговаривают, что популярная певица ограничится написанием вступления и отдельных комментариев. Семейная книга рецептов появится в продаже 22 ноября этого года и будет стоить 24 доллара. На этом все. Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм, в собачках и ТВКЗ и на Ютьюб. Именно там вы найдете множество интересной информации. Ну а мы увидимся с вами завтра в 19.30. С вами был Юра Мальцев. Всем всего, всем пока. До скорого.